Девушки отдыхают То сажаем за стол Случайно встреченных И не видно конца В ближайшем будущем Много глупых ошибок Людям намечено Небо, небо Дай просреть нам Время, деньги, деньги Вода, вода утекает В никуда Дай же небо Маленький знак Кто друг, а кто нам враг Это она Вон там Стой! Элла! 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 Стой! Тварь! Сдохни! Элла! Держите его! Лежать! Руки! Ну как ты? Понимаете? Давайте, могу, давай Все, все, все Все, все Все, все Я его даже похоронить не могу Мы так с ним плохо расстались. Я психанула, уехала. Он даже не знал про ребенка. Эл, тело-то не нашли. Значит, надежда осталась. Да. Что? Да, ты права, я буду жить в его доме и буду ждать его там. Эл, старшек дом Кирилла. Ой, простите, я не должна была это сейчас говорить. Девочки, кидите, пожалуйста, ладно? Дайте, или отдохнуть. Все, все, все. Понял, под бой. Беркут убит в своем доме. У кого-нибудь есть сигареты? Нет, откуда? Жаль. Какое-то проклятие. Почему так все тяжело? А если дальше будет только хуже? А куда еще хуже? Да, жизнь умеет удивлять. Особенно наша. Девочки, давайте думать о хорошем. Элла нашлась. Мы вместе. Мы вместе. Мы справимся. Хорошее заклинание. Будем повторять утром, до днем и вечером. Вдруг сработает. Сработает. Пойдем. О, какие потемки. Кто дома? Ира! Ира! А ну стой! Привет, что случилось? Ну беги, беги в комнату. Здрасте, простите, пожалуйста, у нас света нет. У меня Аркадий все провода погрыз. Кто? Собака моя. Хорошая кличка. Вот тут. Показывай, где. Вот. А его свод, этого Аркадия, током не шарахнуло? Шарахнуло. Светится теперь, как собака бы скервилей. Ничего, в хозяйстве пригодится. Так, где-то у меня здесь инструменты были. Инструменты? Ну давай сделаем. Ну-ка. Так, подожди. Я не знаю. Так. Синенький. Ага. Или беленький. Ну, если я не совсем идиозно, значит, вот так. Эллу нашли? Эллу? Нашли. С Зойкой. Осталось. Понятно. Вы простите меня. Понимаю, с Зою хотели жить. А тут я нашлась. И у меня вечно. То одно, то другое. Проводка теперь эта. Ну ладно. Да, посмотрим. Посмотрим. Какой из меня электрик. О, какой я молодец. Слушай, я своему Аркадию и какую-нибудь игрушку купи, чтобы он жевал, а не проводку грыз. А я его веником уже отлупила. Не, милая моя, этого делать не надо. С собаками, как с детьми, нужно нежно. Любя, понимаешь? Все, рота, отбой. Есть? Так. Говорите, двигатель 2,6. Выжимает 160 лошадиных сил. Как нравится машина. Ну иди с мамой салон посмотри. Коробка передачи, автомат, четырехступенчатая. Машинка резвая, надежная. Ну, что я вам рассказываю, сами видите. Свет, минутка есть? Я занята. Вася, смотри. Здесь зеркальце с подсветкой. Берем эту. С подсветкой? Да. Ладно, как скажешь. Тогда берем. Где у вас договор можно оформить? Палыч? А, Аркадий Палыч. Проводи людей, договор оформить. Ага. Здравствуйте. Пойдемте. Я слышала. Я про трансмиссию ходомую. А надо было про зеркальце. Если бы я знала, я бы туда тремову всунула. Я смотрю, горячо у тебя тут. А вот полна. Бабки приличные крутятся. Это что, наезд? Нет. Просто человеческая зависть. Ну, вот знаешь, что? Завидуй молча. Пугаешь. Ладно, что пришел-то? Свет, я завязать решил. Я хочу нормальным бизнесом заниматься. Вот это новость. Что бандитировать надоело? Или пистолет потерял? Ты шучу, шучу. Ты знаешь, а я за тебя рада. Ты не похож на своих поддельников. Ты из другого теста. Возьми меня в дело, Свет. Салон крутой откроем. Я денег нормально вложу. Нет. Нет, Леша. Ты знаешь, у меня маленький бизнес, мне достаточно. Маленькие детки, маленькие детки, большие. Ну, ты понял. Чистое любопытство. Сколько денег ты планируешь вложить? Миллион долларов. А зачем я от тебя с такими движущими? Ты лучшая. Леша, вот выйдет Витя из тюрьмы, тогда и поговорим. Не могу я без мужа такие вопросы решать. Я долго ждать не буду. Решайте быстрее. Решайте. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Репродукционные технологии сегодня позволяют достигнуть беременности даже в самых безнадежных ситуациях. Мы будем передавать весь наш накопленный европейский опыт в России. И я благодарю директору центра Алису Грибову. А в свою очередь, я благодарю директора центра Алису Грибову за предоставленную честь. Здравствуйте. Спасибо всем тем, без кого открытие нашего центра не состоялось бы. Прежде всего, это мой партнер и близкий друг Георгий Зорин. Наш спонсор Герман Грин. Отдельное спасибо моему папе. Папа! Моим подругам Оля, Света! Вот кому действительно пришлось страдать, потому что вынести человека, который болен в медицине, это нелегко. Было непросто, но мы это сделали. Ура! Дорогие друзья, теперь я хочу пригласить вас всех посмотреть на предмет нашей гордости, наших стараний. И хочу заметить, что сегодня не просто открытие. Сегодня первый рабочий день, и любой может стать нашим первым клиентом. Членочка-то оранжевая, вроде красная, должна быть. А оранжевый – это оптимизм. Пошли субиться. На, бежал. Так, ну... Ой! Ура! Ты что здесь делаешь? Ты уволена давно. Как тебя Валя вообще сюда пустила? Я ее выгнала. Дура баба, всегда меня раздражала. В каком смысле выгнала? На каком основании? Я генеральный директор молодой на перспективной компании. Ее принадлежит Ковшинский рынок, торговый центр «Эли Соло» и супер-мега-молл «Замкад». Элла Рустамовна, заберите вещи, которые вам особенно дороги. Доверенность-то. Конечно. В этот генеральную доверенность совершенно незнакомому человеку был очень неосмотрительный с вашей стороны. Ты кто? Я дочь Ивана Сергеевича Лосева. Его единственная наследница. А я его законная жена. Ну, давай. Еще скажи, что любила его. Хмурила у старика ради денег. А я забрала то, что мне подлежит по праву. Довольна? Смотрю и наслаждаюсь. Скучаешь по Кириллу? Хочешь знать, кто Стас на него натравил? Ты мой враг на всю оставшуюся жизнь. Алиса, я хочу вас лично поздравить с открытием медицинского центра. Вы проделали колоссальную работу. Спасибо вам. Спасибо. И вот мой подарок. Машина. У меня никогда не было машины. Ну? Да я водить, собственно говоря, не умею. Ну, вы же директор медицинского центра. Теперь у вас будет личный водитель. С ума отойти. Мы тогда ее оформим, как собственность клиники. Ну, вот и хорошо. Ресторан, пойдем? Пойдем. Секунду. Коша! Кош, стой! Подожди. Важайте в твоем бюро, пожалуйста. Что? Герман нас пригласил в ресторан. Пойдем? Нас? Он тебе машину подарил? Не мне, а клинике. Или директор должен ездить на метро. Я думаю, он хочет тебя купить. Слушай, ты меня уже достал. Может, это тебя постоянно все не устраивает? Ты сама тебя не устал? Нет? Алис, делай, что хочешь. У нас первый рабочий день. Я пойду работать. Гоша. Гоша! Герман. У нас первый рабочий день. Мне нужно работать. Я люблю ездить на метро. Алис, я все понимаю. Машину оставьте себе. Это подарок. Поздравляю. Спасибо. Ну, Гоша. Здесь список специалистов, которых в первую очередь каждый клиент должен посетить. Затем здесь список анализов. Должен быть в каждой карте. Гоша, извините, ты зафиксованный злой человек. Мозгоклюй, ботан. Ты... Что вы мне говорите, а? Что вы бумажками своими здесь трясете? Это дом моей племянницы. Назаровой Эллы. Вы аферисты. Гражданка, мы приставы. И должны исполнить решение суда. То есть выселить Назарову, которая владеет этим домом, незаконно. Вот, взгляните, пожалуйста, на исполнительный лист. А кто, по-вашему, законный владелец этого дома? Наташа. Она внезапно оказалась дочерью Лосева. Она все спланировала заранее. А я, выходит, проиграла. Что, Джуя, можно я у тебя поживу? Нет. Простите, не могу сейчас говорить. Что-то узнаете, пожалуйста, скажите мне. Ольга Павловна, добрый день. Здравствуйте. Я рада, что вы согласились со мной сотрудничать. Я просто хочу передать дела. Потому что знаю, что от всей этой административной неразберихи могут пострадать простые люди. Продавцы, ну, а впоследствии покупатели. Вы порядочный и ответственный человек. Назовите ваши условия. Наталья Ивановна, а как же я? А ты сидишь и машешь гривой. И так? Верните все Элле. Какое самопожертвование. Глупо-глупо, Ольга Павловна. Такая работа на дороге не валяется. Принимайте дела. Привет. Привет. А ты куда собралась? Да мать позвонила, просит приехать. Да я вам тут больше не нужна. Виктора завтра выпустят. Я помогла, чем смогла. Пора возвращаться. Ну? Я тебя не гоню. Светлана Васильевна, большое вам спасибо. Я и так тут задержалась. Пора и честь знать. Ну, хорошо. Давай я тебя хотя бы до поезда довезу. Да я могу на электричке. У меня аж вещей мало. Не спорь со мной. Ладно, пойдем провожу. Как скажете. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чего ты врешь, а? Мать ей позвонила? Да плевать ей на тебя. Будешь работать у меня в фирме. Ребенка навещать. Ну-ка, гарема у меня дома не будет. Свет, спасибо. Ты самый лучший человек на свете. Я знаю, знаю. Я тебе обещаю, я комнату сниму. Угу. Как же нам с тобой повезло, а? А мне-то как с тобой? Пойдем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На днях день рождения тещи отмечали, приехали, выпили, закусили. Мало. Надо опять ехать. Сажусь за руль. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дружки. Работники не нужны? Грузчики нужны. Про остальных не знаю. Так с грузоподъемностью у меня не очень. А ты что по жизни-то умеешь? Армией командую. Ха-ха-ха. Командир, мы без тебя хватаем. Опять балду пинаем. Работать, работать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тебе чего? Работа нужна. Че можешь? Да все могу. Пьешь? Ни капли. А вот мой кладовщик в запое. Учет вести сможешь? Конечно, могу. Отлично. Пойдем, введу тебя в курс дела. Так вот, с жилием у меня проблемы. Угол найдется какой-нибудь? Найдется. Там в ангаре у нас топчан есть. Потом засели все. Привет. Свет, привет. А ты почему одна? А где два? К ответе. Вон. С полочкой в рычалочке общается. С нашим свидетелем. Еле уговорили дать показания. Он что, был в туночном свалке? Да. Представляешь, привез Разумовскому фальшивый паспорт. Случайно все увидел. То есть он знает, кто был Разумовском? Говорит, два быка. Один постарше, другой покладше. Так это же здорово. Это же прекрасно. Светка, значит, видишь, освободя? Не волнуйся, все будет хорошо. Пойдем. Значит, вы обещаете, что против меня это не обернется. Так и будет. Вы привезли Разумовскому билет на самолет. А если спросят, где билет? Потеряли. Стремно. Прокурор прижмет, припомнит судимости. Если все всплывет. Не всплывет. Главное, лишнего не болтать. Вы по дружбе купили Андрееву билет. Дальше как было? Приехал, увидел, испугался, убежал. Все. Ждите здесь. Судья вас вызовет. В совокупности, полученные доказательства и показания свидетелей дают основания полагать, что у Лютого Виктора Степановича был умысел для совершения преступления. В состоянии неконтролируемого гнева, ревности и жажды мести он убил Андрея Разумовского. В тот роковой вечер пистолет оказался в руках профессионального военного и отличного стрелка. Очень прискорбно осознавать, что люди, которых государство научило пользоваться оружием, используют его не для защиты страны и народа, а для удовлетворения своих мелких страстей. Несмотря на то, что подсудимый не признает свою вину, я уверена, что она доказана очевидными фактами, с очевидными последствиями и неотвративым наказанием. У вас все? Да, Ваша честь. Защита, пожалуйста. Уважаемый суд, я искренне удивлен такой эмоциональной позицией обвинения, но должен напомнить, что здесь не сцена, а мы в зале суда, где имеют значение только факты. Мы бы хотели вызвать еще одного свидетеля по делу. Не возражаю. Пригласите, пожалуйста, свидетеля. Свидетеля нет. Как нет? Ваша честь, это какое-то недоразумение. Я прошу перерыв. Пять минут. У вас минута перерыва не будет. Благодарю. Все, на него. У вас еще какие-то свидетели есть? Нет. Хорошо. Суд удаляется для вынесения приговора. Ну, давай еще раз. Жили-были мышки, серые пальтишки. Это мой кот-махатный живот. Пошел кот к Чуану покушать сметану. Ну, а дальше, Витюш? Забыл. Ну, как же так, Витюш? У нас, знаешь, сегодня какой важный праздник. Папа же возвращается. А ты его должен порадовать Стюшком, да? Да! Да! Давай еще раз. Забирайся на стул. Приготовились. Начали. Жили-были мышки, серые пальтишки. Жил-был кот в бахатном животном. Пошел кот к Чуану покушать сметаной. Да ты мой хороший. Все запомнил. Молодец. На основании вышеизложенного суд приговорил лютого Виктора Степановича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью первого статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить наказание в виде семи лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор может быть обжалован в течение десяти дней со дня его провозглашения. Тихо, тихо. Тихо, тихо. Что происходит? Что происходит? Детей береги. Свет. Детей! Нет, нет, нет. Нет, нет. Нет! Нет! Ты ж мой хороший! Такой аппетит нагулял! Ой! Побежали встречать! Наши приехали! Давай! Давай-давай-давай-давай! Жили-были мышки, те же и пальтишки. Жил был кот в бархатный живот. Пошел к чуламу кушать сметаны. А где папа? Папа сегодня не придет. Почему? Витюш, пойдем порисуем. Вообще, понимаешь, что такое семь лет? Это же почти половина моей прожитой жизни. Мой отец никого не убивал. А его просто так посадили в тюрьму. Это несправедливо. А мой вообще умер! Многие доживают до седых волос. При живых родителях. А у меня такого нет. Это тоже несправедливо. И что? Дядя, не стой. А может, побег? Ну, зоны же убегают. У меня у матери деньги появились как раз. Она там все организует. Степ, даже если получится, то что потом? Дядя ведь и будет всю жизнь в гараже прятаться? Нет. Это Петр? Да, вроде. А что он тут забыл? Не знаю. Пойдем выясним. Подожди. Витю посадили. Витя пропал. У Эллы все отобрали. Деньги, компания. Кирилл погиб. У тебя, Лизка, все хорошо. Лиза. Петра нашли. Петя! 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 Петя, я тебя никуда не пущу. Я тебя уже никуда не пущу, слышишь? Прости меня. Прости. Оля, у меня все слышишь? Я тебя не забрала из больницы. Элла пропала. Вы искали два дня. Слава Богу, нашли ее. Похитили. Прости меня. Ну, вот все хорошо. Тише, тише, тише. Все хорошо. Сегодня был суд, Витю. Витюна 7 лет позади. Мурак, кромешный вещь. Я не могу без тебя. У меня сил нет. Прости, что меня не было рядом. Здрасте. Иришка. Ой, привет. Я не слышала, как ты пришла. Что делаем? Привет, Аркадий. А я макарошки собираюсь готовить. Хочу Борю с Соней накормить. А то их из твоего дома выгнали. Угу. Там сестра хозяина вернулась. Такой скандал устроила. О, подожди, подожди. Чего? Нет. Макароны только в кипящую. А. Ну, ладно. Слушай, а где теперь они живут-то? А они в Лосиный остров пошли. Там, знаешь, сколько бомжей. Они целый поселок себе построили. И наши тоже к ним прибились. Теперь шалаши живут. А я могу уже соль нас туда насыпать? Нет, нет, нет. Тоже в кипящую только ложечку. Лучше потом подсолить. Вот так? Угу. Хорошо. Зоя, ты научишь меня котлетки делать? А ты хочешь? Хочу. Я даже фарш нашла. Да, конечно, научу. Завтра пойду, куплю большую кастрюлю, большую сковородку. Будем ребят кормить. А можно я сама куплю? Я тебе деньги оставлю. А я знаю, где они лежат. Ну, да. Зоя, тебе не жалко и деньги, и еду на других людей тратить? Кто-то любит отдавать, кто-то получает. Я больше люблю получать. А я отдавать. Получается, у нас идеальная семья. Ну, давай бы поженивись, а? Думаешь, после всего, что между вами было, ты обязана мне жениться? Ну? Знаешь, ты очень хорошая женщина. Но нам нужно сначала проверить свои чувства. Сойти с характером. Ты садеваешься на даму? Чуть-чуть. Да. Ой, это я. Слушай, ты свободна сейчас? Ну, нет, не очень. А что случилось? Оля, приезжай, потому что мать с ума сходит. Ну, она буянит. Я ее на минуту оставил буквально. Убежала. Оля, она перебила все окна Валентине. Ты можешь приехать прямо сейчас? Да, могу, конечно. Ну, все, давай, я тебя жду. Отдай, я тебя прошу, чемодан. Отдай, чемодан. Мы каждое лето ездим на море. Мы гуляем по нам. Мама, мама, успокойся. Я выйду в милицию. Отдай, чемодан. Мамочка, успокойся, что такое? Все хорошо, папа, отдай, чемодан. Куда она собралась ехать? Оля, она собралась ехать в Адлер. В Адлер, понимаешь? А, ну, вас. Делайте, что хотите. Оля, ты-то собралась? Куда? В Адлер? Конечно, собралась. Ну, конечно, сейчас тебя соберу. Давай пойдем туда вещички собирать. Вот, положим. Сейчас мы тебя соберем. Так, давай, чтобы не помялась. Мамочка, а что Валя? Валь, ты чем обидела тебя? Валю? Да. Не знаю. Ну, как не знаешь? Ты же к ней ходила сегодня утром. Вспомни. Ну, вот туда, к ней. Да. Она же меня чем-то разозлила. Меня прям соколотило все. А дальше... А дальше я не помню. Все как в тумане. Вот, видишь, мамочка, ты напугала отца, напугала меня. Я очень тебя прошу, больше одна из дома не выходи. Я умоляю. Хорошо обещаешь? Да, конечно. Миша. Как хорошо, что ты с Олей приехал. Мама, Миша умер. Миша, это Петр. Мы с ним вместе. Петя поможет тебе сейчас собрать вещи, хорошо? Петь, побудь с мамой, я посмотрю, что с отцом. Ну, давайте, помогу. Конечно. Миша? А ты, Оля, больше не бросишь? Никогда. Она что-то увидела? Ты сказал, что это не то? Господи, да ничего я не говорил, Оля. Валентин ужин готовил, а я на участке копался яблами под краб. Конечно, она просто устроила погром. Просто схватилась за чемодан. Папа-мама догадывается о ваших отношениях. И в этом доме она больше не останется. Мы забираем ее к себе. Не надо, мы с Валентиной расстались. Папа, ты имеешь право на свою жизнь? Не надо с собой жертвовать, это ни к чему хорошему не приведет. Да нет никакой жертвы, Оля. Как выясняется, и чувств особых не было. Я растерялся, Оль. Запутался. Цепился на Валентину, как, утопающий, от отчаяния. Оль, а ты знаешь, я ведь твоей матери ни разу жизни не изменил. Ни разу. Просто когда она заболела... Папа, мама сейчас не такая, какой ты привык ее видеть. Она живет. Она жива. Смеется, плачет. Иногда тебя расражает. Блуждает в своих мирах. Возвращается обратно. А главное, что она не сразу ушла в связь в зеркале, папа. Папа, она медленно с нами прощается. Поэтому, если ты хочешь быть с ней, то дограй. Она не может найти ей билет на поезд. Где? Вот где они? Паша, ну ты куда их положил, а? Чего, чего? Галь? Билет, Иль. Гал, ты чего? Ты забыла, что ли? Я же тебе говорил, билеты я положил, паспорт. Ну? Ага. Когда у нас завтра поезд? Пять утра. Ты помнишь? Да. Ну что, да? Надо отдыхать и идти. Надо выспаться хорошенько. Чтобы быть в море, уговарить по набережной. Правда? Да. Ну все, пойдем. Пойдем. Как-то ты для Адлера мало вещичек с собой взяла. Паша. Я понимаю, у меня дыра в голове. Но ты не бросай меня, а? Господи. Господи, как же я люблю твою голову. Не волнуйся. Я всегда с тобой. Как бы тебя в телефоне записать? Только не котиком. Я тебя умоляю. Таше не думала. Так. О, единственный. О, мне нравится. Да. Слушай, рекламы еще не было, а народ вообще валом прет. Ты помнишь того банкира, который рассказал, что узкопрофильная клиника прогорит? Мы попали на золотую жилу. Я счастлив, что ты втянул меня в этот бизнес. Ты не жалеешь, что бросил свою работу в Германии? Штирлица все время тянула на родину. Ой. Все, я побежал. Давай. Алло. Здравствуйте. Ни сегодня, ни завтра не получится. У Шлесера занятость на три месяца вперед. Что я могу сделать? Да. До свидания. Прибрай островчик. А что происходит? Тише. Что значит тише? Сегодня премьер-министр заявил о введении комплекса мер, направленных на нормализацию финансовой и бюджетной политики страны. Фактически правительство объявило дефолт и признало себя банкротом, отказавшись платить по долгам. Центральный банк согласился на переход к плавающему курсу рубля. За один день доллар вырос почти в парад. И что дальше водят? Люди скупают хлеб, растительное масло. А дальше-то нет. А, ничего. Все, наконец. Центробанк перестал контролировать курс. К концу года доллар вырастет как минимум четыре раза. Да ладно. Не надо поддаваться общей панике. У нас валютный кредит, Алиса. Мы его никогда в жизни не выплатим. Пошли. Куда? У меня прием через 15 минут. Жанна, какой прием? Наши деньги превратились в фантики. Бегом в обменку. Может быть, суть что-то урвем. Я принимаю твое предложение. Открываем салон. И кому мы машину будем продавать? У тебя покупателей было полно. А теперь всех как корову языком слезало. Как прижался на родицу. Нужно ее на марке по дешевке продать и прийти на отечественного производителя. Поедешь в Сальяти, выпуешь вагон, башенок. Ну, но за доллар уже 15 рублей дают, это не предел. Можно не вагон купить, можно товарняк купить. Ты за нихракурься. Тольятти ракет зверей обстоят. Я, может, считать тебя, как на войну отправляют. Дождешься с войны-то? Леш, а серьезно? Да ладно, нормально все будет. Найду я там ходы-выходы. Бойцов проверенных возьму с собой. Не волнуйся. А я чего-то в последнее время вообще уже не волнуйся. Я ничего не боюсь. Свет, нормально все. С Витей на зоне будет. Никто его там не тронет. Я тебе обещаю. Ти рука пила. Без копейки оставьте. Наталья Ивановна, вы понимаете, что если не перечислите деньги, мы будем вынуждены заморозить. Строительство. У меня нет денег. Ну, нужно закупать материалы, платить людям зарплату. Ну, я могу дать неделю от срочки, но это максимум. Слушайте, я не хочу морочить вам голову. У меня остался торговый центр и рынок. Но сейчас их не продать. Некому. Ти рука пила. Нет, я восхищаюсь нашему народу. Немцы бы уже давно объявили общенациональный траур. Да. Месяц бы ныли, как им плохо и тяжело. А мы что, моржем? Спасибо. Иди к шелкам заняться. Хорошо. Кстати, слышали анекдот зубодневный? Вовочка спрашивает у учительницы. Мария Ивановна, скажите, дефолт, когда денег нет? Она говорит, нет. Дефолт – это когда деньги были. А когда денег нет, это обычная жизнь. Не победили. Мы на кризис на дефолт кладем с резьбой большущий болт. Иван Борисович. Люди, ж вы этого не стоите. Вот картошечка. Ну что, уродники, дорогие мои, как там шашлык? Скорее. Лела сейчас приедет, а мы еще не готовы. Светка у меня денег просила. Я не дала. А теперь она мне дом построила. Я когда-то гектарами владела, а теперь вся моя земля, что под ногами. Забыла я уже, как это, нищей быть. Да какая ты нищая-то, а? У тебя есть я. Что? Подруги. И любовь. Спасибо. Я думала, что Герман разорился, и ты им ничего не должна. Если бы кто-то не знал, что кризис прийдет, он тут же пробил себе свои облигательные, и он был плохой капитал. Зачем он дефолт заработать? А ты знаешь, что китайцы слово «кризис» пишут двумя ироками. Один обозначает опасность, а другой обозначает возможность. Прекрати думать об опасности. Ищи возможность. Толик, он если Гоша что-нибудь придумает, я такие значки решать не умею. Придумать, придумать, придумать. Так. Ну что? Похоже, все. Нет, почти все. Светка, такая молодец, что я уже помогла. Ну я же теперь богатая, могу себе позволить. Да, так всю жизнь за деньгами гоня, мы с руки не шли. А теперь как с неба падает. Семен, семен, семен. Только радости никакой не приносит. Бось, свои желания могут исполниться. Ну вот почему так? Почему так? Кто-то сильно хочешь, добиваешься и понимаешь, что тебе это не надо. Я бы сейчас все отдала. Только бы Витя был рядом. Света, ты не одна, мы с тобой. А вот без вас я вообще не понимаю, что бы я делала. Давайте выпьем, а? Давайте. Так, у тебя есть? Давайте. Едут! 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 Уже тут почти. Пойдем, пойдем, пойдем. Привет, дорогая. Элочка. Пойдем. Это твой новый дом. Жди своего голубя. А я буду ждать. Я верю, что он жив. Спасибо, Светка. Ну, хватит. Все, пошли к тому. Хватит. Пошли, садимся. Давай, Светлана. Светлана. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...